Зачем, почему и кому нужны подобные объединения, рядовых жителей России обычно мало интересует, считает лидер регионального отделения справедливоросов Александр Терентьев. Но миссия у этого объединения большая, уверен другой представитель партии Александр Молотов. Ни много ни мало спасти страну от социального взрыва. Если посмотреть глубже, СССР плюс «За правду» плюс «Патриоты России» – некий социальный микс. Они против ЕГЭ и коррупции, но за стабильный рубль и регулирование тарифов. Программа «Справедливая Россия» вряд ли претерпит изменения в своей основе. Те, кто программу читал, там и патриотизм, там и ответственность, там и налоги, и прогрессивная шкала. То есть там все вещи, если их принять, вот это и будет справедливость. Впрочем, те же взгляды за собой признают и теперь уже их партнеры. Партия «За правду» Захара Прилепина. В ее рикотелении нас заверили, что тоже особой разницы от слияния не ощутили, разве что смягчили радикальные моменты. СССР используют как платформу, а те только «За». От первых – выход в парламент, от вторых – электорат. Некачественные качества не меняются, а количественный подход к выборам 2021. Те люди, которые шли за правду, чтобы они не почувствовали себя брошенными, чтобы они не почувствовали себя оставленными. То есть мы должны быть в списках у нас и члены партии «Справедливая Россия», и члены партии «За правду». То есть интересы всех сторон должны быть соблюдены, и тогда, я думаю, что мы покажем очень хороший результат. Если и будет отток соратников, то незначительно уверены здесь. Впрочем, политологи не исключают, что альянс может быть временным, а если и нет, то сценарий слияния даже для самих «Справедливая Россия» не нов. В ближайшие месяцы мы можем вновь увидеть объединение, говорят эксперты. Могут появиться новые партии «Ноунеймы», обновятся лозунги. Не лишним было бы обновить и лица, считает политолог, чего не происходит. Это субъективное наполнение. Будут ли яркие политики, будут ли яркие представители партий, поскольку на сегодняшний день есть определенная, скажем так, стагнация у ключевых лидеров этих парламентских партий, поскольку, если мы берем тот пул, который, условно себя, скажем так, позиционирует оппозицией, то и у коммунистов, и у ЛДПР, и у «Справедливой России» на сегодняшний момент несменяемость лидеров, ну, скажем так, создает для этих партий определенные проблемы. Человек, который поддерживал Захара Прилепина и готов был идти за Захаром Прилепиным, ну, скажем, не факт, что он с тем же рвением, с тем же энтузиазмом будет поддерживать Миронова, к примеру. И до конца предвыборной кампании будет держаться интрига, кто и за кого пойдет голосовать. Протестные настроения начала 2021-го показывают, что настроены перемены у людей есть, но кто перехватит волную их внимания, не будет понятно до самого сентября. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком.